Всем привет! Это Баштан Башта и сегодня мы поговорим о назначенном и уже снятом мэрии Бишкека Эрмеке Нургазиеве. Это снятие ясно демонстрирует власть народа и то, что с народом нужно считаться. Когда в стране происходит беспредел, нужно выражать недовольство и говорить об этом. А если власть не слышит, то нужно выходить на улицы и говорить об этом. Эрмек Нургазиев баллотировался от партии Кыргызстан на парламентских выборах 2020 года. Свой путь он начал в 90-х с продажи ковров, далее он построил два кафе и автомойку. Сейчас он является владельцем строительной компании «Эммастрой». Ему 43 года и у него 5 дочерей. Но если это вам ни о чем не говорит, то возможно вы его знаете по следующему видео. В 2019 году адвокат Новохадская защищала права дольщиков компании «Альянс Курлуж Плюс». На тот момент Нургазиев, будучи главой компании «Эммастрой», собрал с дольщиков деньги и пообещал им построить жилье. Но построил он его некачественно, дома разваливались. И когда на собрании Новохадская начала говорить правду, то Нургазиев просто ударил ее кулаком в лицо. Новохадская на тот момент была беременна, и у нее случился выкидыш, что подтверждает медицинская экспертиза. В это время власть никак не привлекла Нургазиева к уголовной ответственности, а сам Нургазиев угоражал адвоката физической расправой. Нургазиев не стал отрицать обвинения после того, как видео распространилось в социальных сетях. Однако он сказал, что это был ответ на провокацию. Хотя на видео видно, что нет никакой провокации. И даже если это так, то это повод бить женщину. Интересно, как человек, который ударил женщину, относится к своим дочерям? И может ли он быть мэром нашей столицы? После выборов 5 октября люди вышли на улицы против партии Кыргызстан, Беремдик и Микиным Кыргызстан, которые выиграли благодаря подкупу голосов. Если сейчас кандидаты от этих партий будут снова занимать важные должности в нашей стране, то ради чего произошли эти события? Ради чего умер Умит? Ради чего люди пострадали и лишились глаз? Ради того, чтобы такие люди, как Эрмек Нургазиев, снова занимали должности в стране? Нет. Ранее Садыр Джапаров говорил, что будет уделять пристальное внимание кадровым вопросам. И будут назначаться только достойные люди на конкурсной основе. То есть Садыр Джапаров говорил о таких достойных людях? Потому что Нургазиев заявил, что его назначение одобрено самим президентом. И напоследок. Народ будет помогать власти, когда она будет видеть по-настоящему достойные назначения. Садыр Нургазиевич, пожалуйста, подумайте об этом. Мы хотим сами выбирать мэров. Мы хотим видеть компетентные кадры, а не представители стройкомпаний в нашей мэрии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...